Здарова, гайз! С вами снова я, Сиджи Стас. Рад приветствовать на этом ролике, где покажу и расскажу, как делал свое превращение в Тора. Все трудности, шаги и фишки. Эта работа стала первой серией Marvel. В дальнейшем я планирую сделать и другие персонажи, в которых буду превращаться. Такие превращения, по идее, должны быть частью анимации. Вот такой. А чтобы не пропадал на месяцы, то реализация должна была быть быстрой и ненапряжной. Эта же работа заняла почти 7 часов только в фотошопе. Видимо, я отвык от такой деятельности, ну что ж, буду вспоминать. Если, конечно, вам такой формат заходит. Об этом можно написать в комментариях к ролику или показать лайком под видео. Работу я начал с обработки своего исходника. Кадра из 4К-видео, который записал просто на телефон. Ведь да, молот Торы действительно у меня дома стоит и прекрасно выполняет роль вешалки. Камеры род для выправления цвета, резкости и даже немного дисторсии. После чего я перешел к пластике, где происходит самый быстрый массонабор в истории. Даже голову пришлось снести с плеч, чтобы стать визуально побольше и повыше. Как только с этим определился, накидал примерный, очень быстрый скетч для лучшей визуализации финальной картинки. На нем, например, я вспомнил про плащ и прикинул, как будут светиться глаза и откуда плетят молнии. Да и в целом скетч обязательный этап любого арта. Как только картинка в голове уже обретает устойчивую форму, перехожу к фону. Изначально понимаю, что фон будет размыт и высокой детализации не нужна. Собираю плоскость земли и накидываю на задний план здание, огонь с дымом, небо. Просто копирую участки и грубо подгоняю по цвету и глубине, не сильно вдаваясь в деталь. Лендсблюр меня подвел и просто завис, в результате чего я оставил его до лучших времен. Откорректировав уровнями и кривыми, уже растрировано изображение фона и пришел к сбору доспехов. Тут ничего выдумывать не стал и просто вырезаю у торы нужные куски. Копирую на новый слой, делаю смарт-объектом, а затем гну через трансформацию и варп-сетку. Когда все на месте, стираю лишнее и даже прохожусь пластикой, чтобы добиться лучшей подгонки под меня. Далее правая рука. Тут я делал кое-что возможно необычное. Если вы сталкивались с ретушью, то должны знать про частотное разложение. В смысле, что отделяем цвет и текстуру по разным слоям. Вот и тут я так делаю. Беру картинку, через фильтр, adder, high pass, убираю цвет. И ставлю такой слой на liner light. Или иногда дополнительно еще на vivid light. В смысле в том, что в таком случае мне меньше исправляется цвет и свет. Их я могу оставить изначальными или нарисовать с нуля, как тут и делаю. Просто закрашиваю руку черным. Уже поверх добавляем синий цвет через слой hue saturation. Проявляя по маске нужные места. Повторяем с розовым свечением справа. Так я буду делать с каждой частью. Будь то наплечник, вторая рука или что бы то ни было. Корректирующий слой уровней на блендинг по глубине. Затем color balance для подгонки по цвету. Затем по слою hue saturation на каждый цветной источник света. Сверху можно яркий контраст для бликов добавить. Или просто создание большего объема при необходимости. Последнее можно и на весь арт сразу. Перед тем, как пойти и собирать нижнюю часть, решаю сделать и волосы с бородой. Их я беру все с того же исходника с доспехами. Подгоняя каждый кусочек отдельно и дорисовывая сверху некоторые пряди от руки специальными кистями. Перспектива волос, к сожалению, тут легла не везде идеально, но результат меня вполне устроил. Главное в рисовке волос не зарываться сходу в отрисовку пиксельной кистью каждой волосинки. Так в целом почти никогда не нужно делать. А рисовать именно общий объем обрядей, от крупных к мелким и только затем дать текстуру волосинок без перебора. На камень накладываю текстуру скалы. Тут из интересного только что я ее проявляю через BlendeEve в настройках слоя. Зажав кнопочку alt и сводя нижние ползунки. Так проявляется исходный светотеневый рисунок камня. Если вы не обратили внимания, то перед самым началом работы я разбил все отдельные части исходника по слоям. Себя, молот, камень и подписал. Подписываю я тут, кстати, практически каждый слой. А слои в дальнейшем группирую. Это единственный способ разобраться через пару часов, что вообще происходит. Накинув на молот текстуру металла по той же схеме частотного разложения, рисую свечение в месте хвата рукоятки молота, куда попадает молния. Делаю это на привычной уже многим карте градиента. У меня связка из этих трех слоев стоит на экшене, ну для скорости. Получится, да и простым пальцем войдя туда-сюда. Часто использую эту простую схитрость. На ту же карту кидаю слой с частицами, рисую их кистями от руки. В то раз видятся глаза, когда он в особом насторге. Да и на скетче так планировалось, поэтому дальше делаю еще одну карту градиента и рисую на ней глаза. Да, свечение, молнии, стараясь больше делать слоев на каждый шаг, так проще что-то исправить в дальнейшем. Меня спрашивали, где нашел такие молнии. На самом деле это были первые попавшиеся исходники на сплэш. Для их отображения я произвожу махинацию уровнями, оставляя только самое светлое, сами молнии. И кладу их на режиме наложения экрана. Чтобы они мне не загораживали всю работу, я их пока скрываю. О, конечно, красивые, но еще не вписанные. Исправляю, добавив и на них корректирующие слои. Отрисовываю синее свечение и больше объем. Вверх уже смотрится прикольно, но нужно двигаться дальше, а точнее ниже. Зарисовать нижнюю часть доспеха, штаны, зарисовать ему чудесный носочек в конце концов. Текстуры через частотное разложение, а форма отрисовывается от руки. Так добавил наколенник и щиток. Это не самая важная часть арта и не хочется туда притягивать внимание зрителя, поэтому деталей и акцентов в той области стараюсь оставить по минимуму. Щиток доспеха прихватизировал с другого исходника и штанов немного зацепил оттуда. И тут как раз пригодился скетч, я опять вспоминаю про плащ. Элемент облечника пристраивается и от руки рисую саму основу плаща. Тогда я думал, что может потом наложу туда плащ с фото, но оставил его от руки. Он будет движений, то есть размыт, чтобы не слишком сбирать на себя взор. Рисовка тут простая. Основная форма заливается тоном, рисуется объемом более темным и светлым, пальцем рисую складки. Вот и вся наука. Трансформация придала более подходящую форму и коррекции привел к общим цветам сцен. За кадром добавил камней в размытии, в движении, на средний план и наконец решаюсь размыть сам фон. Пытался с помощью облака сделать дымку, но быстро отбросил эту идею и нарисовал все от руки кистью облаков. Так казалось подручнее. Рисую я под слой заливки цветом, из-за чего сменить свет дымки не составляет труда и получается вот такое приятное свечение. Еще одну дымку на передний план перед камнем и еще одну за мной до плаща, чтобы добавить там чуть атмосферы и дополнительно его оттеснить визуально. По задумке я, он же Тор, берет молот, обретая силу и в момент касания молота вся земля вокруг взрывается. Отсюда и множество камней в движении. Пробую то там, то тут, параллельно размывая и вписывая по цвету и свету, чтобы создать эффект взрыва, но не слишком детализируя. Фон размывался за один раз, что сделало его плоским. Разбить, к сожалению, не позволял уже умирающие от веса файла компьютер. Чтобы хоть как-то это поправить, добавил сзади камни побольше. Это не сильно исправило ситуацию, но мне показалось необходимостью. Касательно планов. Нужно же и про передний план не забывать. Для этого размытые движением камни добавляю сюда. От руки убираю текстуру из булыжника, в котором застрял молот, и вижу, что молот совсем выдает крафтом. И нет ни в жизни. Поэтому было решено заменить его другим. Для этого нахожу на сайте с 3D моделями этот молот. Подбираю ему ракурс и пробую с помощью перспектив арт переложить на текущую форму. Сделать это не получается. Молот искажается из-за скошенных граней. А тогда я дедовским методом вырезаю каждую плоскость отдельно и трансформирую по месту. Да, так дольше, но результат 100%. После чего нужно восстановить и исходный светотеневой рисунок. Чтобы бликовало где надо, а где не надо была тень. Синие свечей не забываем и так далее. Можно вернуться к молниям. Те пару молний показались мне скучными по композиции и решая сделать их копии. Выгнал их в перспективе так, чтобы они как бы шли прямо от зерителя. Размывая их с помощью tilt shift. И это даже дает интересный бокей эффект, что мне только на руку. Да и этим светом меньше видно низ арта. Где не все получилось, как бы я этого хотел. После чего свожу чуть больше уже всего тора по цвету и дорисовываю те самые детальки глубины, как уже говорил ранее. Ну это просто яркостью, иногда уровнем. Синие свечения немного добавляю, выделяя грани частей объекта. Все это дает чуть более интересную картинку на выходе. Убираю цвет, обязательно проверяю все ли хорошо по контрастам. Выделил ли я атмосферой все как хотел или торт сливается с фоном и так далее. Поигравшись со слоями и добавив еще частиц света, я сливаю все в один слой. На нем я с помощью пальца и блюра прохожусь по всему арту и просто убираю лишние резкие грани, оставшиеся маски кистей и прочие артефакты от вырезки и обработки. Все что не главное становится менее четким и вопросом в дальнейшем вызывает намного меньше. После чего великий цветкор в камеры RAW. Включаю разделение экрана, чтобы было проще сравнивать и кручу-верчу ползунки, оценивая, становятся лучше или хуже. Добавляю резкости, зерна для большего блендинга и придания кинематографичности арту. Корректирую цвета, пока результат не удовлетворит. Даже после этого выделяю яркостью и насыщенностью основной объект. Пробую луты, а вдруг что-то понравится и можно что-то оставить. Когда по цвету процесс завершен, делаю еще копию слоя и небольшую хроматическую аберрацию, убирая один канал цвета в настройке слоя и смещая его. Тут я сделал это в два шага. Более сильная аберрация на фоне и слабая на самом Торе. Вот и все. Ух, наговорился я знатно. Четыре листа текста все-таки получалось по сценарию. Большое спасибо, друзья, за просмотр, подписку, лайки и активность. Пишите, какого героя Марвел сделать следующим, и зашел такой формат комментирования спидартов или того не стоило. А я ненадолго прощаюсь. Бодрого вам креатива и несчерпаемых сил. Пока-пока. Схема аналогичная. Текстура через тес... Текстура через тес... Текстура через частотность... Брр... Текстура через тес...